всем привет привет меня зовут они я рада видеть вас у себя в гостях сегодня у нас 8 июня понедельник я начинаю свой новый влог и сейчас у меня такое съемочное время правда на улице у нас не очень светло надеюсь на качестве видео это не скажется фотографирую я для лотереи планер и обложку это у меня такие комплекты с полосатым тканью внутри если вы смотрели мои предыдущие влоги вы могли бы их видите знаете что я здесь единственное забыла забыла сюда и висюлька но думаю мы ее подберем уже вместе с победителем выберут какое больше нравится планер у меня вот такой вот это по-моему называется гламур коллекция набор страничек по моему из группы скраб арт точно не могу сказать к сожалению здесь есть сайты и пароли любимые книги что почитать любимые фильмы что почитать чтобы смотреть трекер привычек мои записи планы на месяц они здесь все в одной кучке на 12 месяцев и далее у нас идет планирование дня с временем с целями на день и важно что там не забыть какие-то может быть встречи поликлиники и еще что-нибудь вот основном в основном здесь вот так и здесь еще есть мои записи просто такая вот линейка с девушкой ищу справочник организация вроде все вот сюда еще положила наклеечки в подарок разные карточки надеюсь понравится такой вот планер сделан он из кожзаменителя под текстуру ткани по моему итальянский итальянский здесь только украшают серебряный патч очень симпатично смотрится здесь также есть место для ручки и комплект вот такая вот обложка сейчас мне нужно будет поменять антураж от фотографировать еще обложки с котельками это же их вам покажу а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А вот мои котеечные обложки. Не все получились прям супер удачные. Кое-где пленочка почему-то оставила свой след прозрачный, который прятала картинка, на которой была картинка. Вот, поэтому насчет цены я, конечно, задумалась, какую ставить. И плюс вот эти вот ткань белая, да, все-таки она не такая практичная, как хотелось бы. Вот, вроде бы и нормально все выглядит и сильно придраться не к чем, но я знаю о своих небольших косичках, поэтому прежде чем выкладывать это на продажу, нужно будет подумать по цене. вот такие вот они у меня получились. Такая вот сиреневая. Вот видите, немножко такой вот блеск идет вокруг. Мне это не нравится. Я даже думаю, что я ее заберу себе, моя пришла в негодность. Так, внутри все они, все в полосочку и везде вот такой вот черный глиттерный кожзамом блестящим. И в цвет кармашечки еще здесь есть. И мне нравится очень, как смотрится сбоку, да, то здесь именно черный кармашек виднеется, черный хлястик. Все прошито аккуратно достаточно. Вот такой вот, получается, цвет морская волна. Он идет глянцевый. Внутри показывать уже не буду. Говорю, все по одному принципу. Здесь вот такой вот зелененький, розовый. Это кожзам от мистера Пейтнера. Такой вот глянцевый желтый бредненький. И такой вот, наверное, больше алого, наверное, цвета. Не такой уж прям красный, между розовым и красным. И что интересно хотела сказать. Здесь у меня, получается, три обложечки из глянцевого кожзама и три из матового. И мне так жутко нравятся именно глянцевые. Они приятные на ощупь, такие гладкие. Их приятно держать. И они, кажется, более долговечные. Поэтому думаю, что закупиться нужно будет именно вот такими вот отрезами кожзама. А матовые... Матовые мне уже не так сильно нравятся. Мне вроде симпатично, но их намного легче сжечь. И они, кажется, менее долговечные. Вот. Такие вот у меня готовые работы. Я прям довольна. Вообще классно, когда делать что-то сам придумываешь. И в такой же серии, в таком же стиле хочу сделать обложки с девушками и обложки для мам. Где-то мамы с детьми. У меня такие вот есть картиночки. Сейчас пойду, мне нужно за сегодня сделать обложечку на паспорт по мастер-классу от Светланы Громовой. Там будут такие кармашки внутри с прорезью для карточек. И еще уже хотела начать делать планеры. У меня сейчас в проекте идет три планера. Два А5 формата и одна А6. Причем один из планеров это будет чисто для наличия, чисто для вдохновения. Вот такие вот дела. Кстати, тут вы видите сирень. Я ее вчера сорвала, небольшие кустики специально для фото-декора. Но она так ядрено пахнет. Это вообще жесть. Аж голова начинает болеть. На улице идешь, вроде приятно все. А дома прям сильно-сильно. Я аж даже ее в пакетик заворачивала, чтобы она мне до сегодня дожила. Конечно, очень красивая. Правда, цвет сейчас немножко уже стал более бледный, чем вчера. Но голова реально может заболеть, особенно если кухня небольшая, хотя при открытом окне. Но это так, больше отступление, наверное, к делу не относящиеся. Ну что ж, сегодня у нас уже 10 июня, среда. И эти ближайшие два дня я закончила два проекта. Это вот такой вот планер. Он у меня достаточно пухленький вышел. Но подробнее я его покажу вам чуть позже, в следующем кусочке, когда буду его фотографировать. Скажу только, что училась здесь делать кисточку впервые. У меня была вот такая вот кисточка сиреневая. Она идет с золотой фурнитурой. Девушка попросила, чтобы было серебро. А серебро еще... Почему? Потому что здесь кольцевой механизм нужен был именно на 3 см. А у меня в этом размере были только серебряные кольцевые механизмы, золотых не было. Вот. И когда вот эту вот кисточку я делала первый раз, в принципе, оказалось ничего сложного. Но что я заметила и хотела в том числе вам такую подсказку сделать. Кисточка будет выглядеть по-разному, если делать линии реза по разным сторонам, по линии отлива кожзама. В этом случае, например, у нас кожзам тянется вот таким вот образом. И я на самом деле думала, что от этого она будет меньше топорщиться. Но когда я сделала, получилась такая у меня юбочка. Вот. Сейчас покажу. Вот. Видите, какая кисточка получилась? Она топорщится. Вот. Следом сделала я в другую, чтобы тянулась именно вот так. И получилась вот такая кисточка. Она не сильно топорщится. Вот. И выглядит намного, мне кажется, симпатичнее. Вот. Еще сегодня мы получили посылочку Simoland. И в том числе я делала заказ там ради материалов для своей работы. Сейчас покажу, что именно заказала. Во-первых, это файловые фотоальбомы. Я искала вот такого расположения фотоальбома. И чтобы они были на 200 фотографий, по-моему, таким образом идет здесь раскладка. Дело в том, что у нас они стоят 400 рублей, а там я взяла за 290 рублей, чтобы снизить себестоимость готовой работы. Вот такие они. И вот с кошечкой 4 фотоальбома взяла. Часть из них будет для наличия работы, а часть я хотела обновить фотоальбомы для своих родителей. У нас, я думаю, у всех, да, в детстве фотографии вставлялись именно в эти альбомы. Но со временем они просто развалились. Вот этот файловый блок, он вывалился. И все сейчас в таком неприглядном виде. Я думаю, нужно обязательно обновить. Я уже заказывала и термотрансфер. И можно делать даже тиснение замшей. В общем, посмотрю, что в итоге получится. Еще я заказала вот такую вот тарелочку, минажница. На Сима Лэнди смотрела разные минажницы, но я не хотела брать какие-то дорогие фарфоровые. Во-первых, они будут более керамические. Они, мне кажется, будут тяжелые. Я хотела именно пластик, который был бы и легкий. Много места не занимала. Там, кстати, не было, по-моему, не был указан размер. И вот такой вот выбрала вариант. И достаточно глубокий. Ну, большеват, наверное, но все равно. Получается, 4 отдела. Можно разные для декора фотоальбомы наполнить. И последнее, это бумага. Я заказала от Палаццо крафт бумагу. Но обычно я брала, знаете, не от этого мужичка, а с лошадью. И мне кажется, она была плотнее. Это, по-моему, совсем тоненькая. Ну да, она, мне кажется, тоньше. Ну, единственное, что удобно, что оно не приклеено друг с другом, да, листочки. Сколько здесь грамм написано, нет? 20 листов, а 4 бумага, а плотность 200 грамм. Ну, в принципе, нормально, если учитывать, что акварельку я использую тоже 200 грамм. И еще взяла, здесь у меня получается 3 таких вот бумажки, 3 набора. Мне нужно будет делать дембельские альбомы, в том числе я для этих целей покупала. И еще взяла планшет для аквареля. Белая роза, 260 грамм. И он такой вот кремовый, желтенький. Но на самом деле бумажка, мне кажется, тонковатая. У меня какая ситуация сейчас? Я ищу плотную бумагу, акварельку. И, по-моему, 280 грамм я брала наподобие вот такой вот. Но в этот раз купила эту бумагу и прям сравниваю. И она тоненькая. Она все равно намного тоньше, чем та, которой я привыкла работать. И хочу поплотнее бумажку, но не знаю почему. Вроде то же самое я беру, а плотность разная. Я даже взяла просто две картонки. А с картонкой, которая осталась у меня от предыдущей работы. Вот. Ну вот буду использовать. У меня все равно это больше не для подложек идет, а такая желтенькая вообще. Хотя белая роза, да? Я думала, что будет больше белая бумага. Лучше всего брать, конечно, вживую смотреть. Можно, в принципе, сделать это для страничек, фотоальбом. Достаточно, ну, какую-нибудь выбрать, подходящее, чтобы с таким роутым цветом сочеталось. Либо я использую плотную бумагу, как я говорила, для работ с тонким краем. Которую потом буду сверху обтягивать. И, в принципе, этого ничего видно не будет. Вот такие были небольшие покупки у меня Сима Лэнда. Какие-то что-то еще я не заказывала. А, я еще заказала коробочки для фотоальбомов. Они идут... Я вам показывала их раньше. Сейчас я, к сожалению, не смогу их достать. Их надо будет запаковывать. Это с таким, знаете, прозрачным окошком. Для фотоальбомов они идут 25 на 25 сантиметров. Очень классные. Вот. И сегодня мне нужно будет доделать вот этот вот альбом. Потому что этот вот планер сиреневый фотоальбом. Это один заказ. Один заказчик. Нужно его доделать, уже отфотографировать и отправить. И еще один небольшой кусочек. Забыла вам показать. Вот такую вот обложечку на паспорт. Он идет по типу холдера. Именной. С пластиковой табличкой. И внутри вот так. Делала я эту обложечку по мастер-классу. От Светланы Громовой. И внизу оставлю вам ссылочку на два мастер-класса. Дело в том, что здесь кармашки идут по новому способу. Они будут более тонкие и без окошечка. А внутри у меня здесь черная замша. Ну что ж, у нас уже сегодня четверг. Завтра будет выходной. И почта не будет работать. И сегодня мне не получается отфотографировать вот этот вот красивый фотоальбом. Все почему? Потому что очень мало света. Даже сейчас на видео получается лучше, чем на фотоаппарат. Там вообще цвет меркнет. И какая-то ерунда получается. На принципе, с композиции у меня какая-то беда. Решила использовать. Попробовать использовать карточки какие-то в декоре. И все равно что-то не то. Не знаю, раскладывай, раскладывай. И какая-то ерунда получается. Вот, но решила, думаю, все равно я вам запишу. Потому что влог уже хочу опубликовать, наверное, в субботу или воскресенье. Вот, а для этого мне нужно показать, что я успела сделать. Итак, фотоальбом. Я уже много о нем говорила. И, наконец, я его доделала. Здесь вот такая вот лавандочка у нас. Выполнена в технике тиснения замшей. Чуборд я заказывала в Уди Скраб. И здесь два чуборда склеенные для большего объема. Потому что там достаточно тоненький такой чуборд. Вот. Надпись «Свадебный альбом» из белого термотрансфера. Рисуется замша. Ой. Такая вот нежненькая замша получается. Завязывается на бантик. А внутри у нас обычные белые дизайнерские листы. Форзицы у нас сиреневые. Вот. И так вот листаем, листаем, листаем. Вроде бы ничего необычного. А тут и бах! И вот такая вот визуализация жизни мечты. И вот этот у меня не хочет вставать сразу. Надо бы здесь, скорее всего, как-то подклеить ее. Чтобы она была не такая мягкая перемычка. И чтобы все сразу вставалось. Но так, когда потренируешься, раз, все встает. Здесь получается как раз муж с женой. Там попросили трое ребятишек. Там двое. Здесь одна с собачкой. Лавандочку клеила. Кустики. Чтобы были горы. Здесь тачка с лавандой. Мостик с морем. Вот такая вот 3D элемент. Долго я его делала. Специально распечатывала на плотной бумаге, чтобы все получилось. В принципе, получилось. Может быть, не так идеально, как хотелось бы. Но, скажем так, достаточно первый опыт у меня. И вот такой вот он. Так, здесь тоже сиреневый форзи. Также первый раз здесь я делала прошивной переплет. Вот так немного вот этот 3D разворот топорщится. Вот. И как раз специально сделали мы завязку, чтобы у нас при наполнении объем он не сильно топорщился. Все равно наверняка будет топорщиться. Хотя я делала по мастер-классу. Вот. Ну, учусь. Учусь, девочки. Вот. И еще что я сделала. Сразу сейчас сюда вот уберу. Скорее всего, фотографировать попозже буду. Это вот такой вот планер сиреневый. Тоже для этой же девушки. Мы даже с ней сдружились. Пока обсуждали заказ. Делала я его очень долго. Поэтому много раз приходилось общаться. Обсуждать разные моменты. Извиняюсь за дело. Штатив. Такой вот сиреневый у меня кожзам. Это кожзам, по-моему, Китай. Он называется сиреневый лавандовый матте. Покупала в скраб-зефирках. Закрывается здесь на хлястик. И вот делала кисточку. Вам в предыдущем кусочке должна была показать, что вот такую кисточку сделала. И здесь еще вот такая вот сердечка получается. Ой, капелька с камушком. Так. Давайте внутри. Внутри вот так все у нас. Итак, вот такой вот у меня внутри планер. Так как девушка любит сиреневый цвет и лаванды, у меня тут нашлись от арт-узора вот такие вот скрепочки. Поэтому я не стала делать какие-то дополнительные бантики. Это мне так облегчило работу. Тоже такие вот разные карточки положила в подарок. Здесь польский хлопок, глиттерная ткань голубая. Вот и сам кожзам. Здесь также использовала разделители тоже от арт-узора. Внутри делала по своему усмотрению личная информация. Календари на три года. Дальше разделитель такой. Внутри у нас логины, пароли. Еще разделители. Бюджет. То есть странички делала сама полностью в фотошопе. Так. Потом. Планер. Планирование. Планы на год, на месяц, на две недели. Попросили именно на две. И дальше идут планирования по дням в виде клеточки и линейки. Вот линейка у нас идет. Потом буквально два разворота у нас идет с такими пустыми страничками, чтобы делать какие-то зарисовки. И здесь я просто поставила такой разделитель на всякий случай. Вот. И дальше снова у нас месяц, две недели. Клетка, линейка, пустые странички. И пошло-поехало до самого конца. Вот. Впервые я здесь скругляла уголочки со всех сторон. Это, конечно, такое занятие достаточно монотонное, долгое. Оно нравится, как смотрится в итоге. Потом еще сюда с хлопушками положил стрелочку. Карточка. И получается две палетки на клеек. Тоже с лавандой. И с сиреневым цвете. Вот такой вот планер получился. Еще попросили место под ручку. Вот оно у меня. И вот такая красота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну что ж, девочки. Это будет, пожалуй, последний кусочек этого влога. Так как я решила, что буду снимать каждую неделю. Сегодня у нас уже 14 июня, воскресенье. И хочу сейчас даже этот кусочек закинуть быстренько во влог. И поставить Vita на рендер, чтобы уже завтра показать вам то, что я наработала за неделю. В выходные я стараюсь отдохнуть по максимуму. Единственное, что я сделала, это сделала заготовочки для обложек 2 в 1. Это у меня такой вот красивый глиттерный красный кожзам. И вот такой вот цвет какаос с питоном. И еще вот начала делать еще вот такой вот. Решила параллельно вести 3 обложечки 2 в 1. И после этих заказов у меня будет фотоальбом. Вот, но вчера я не послушала своего правила не работать по выходным. Начала делать и уже закосячила хлястик. Сейчас вам покажу, что мне там не нравится. Вот это вот место, видите, как-то неаккуратно получилось. И вроде как бы смотрится... Ну, так получается, сразу, когда я это сделала, я очень расстроилась. А потом, как бы, сегодня смотрю, вроде не так сильно страшно. Но я все равно переделаю. Тем более кожзам у меня кусочек есть. Кусочек позволяет. Потому что не очень люблю, когда будет... Ну, вот так тут видно, да, что все равно, мне кажется, даже бросается в глаза вот эти две яркие точечки. Вот. И еще вот этот заказ. Для этих заказов у меня не хватает табличек. Они идут ко мне. Заказывала я металлические таблички. Именно я впервые. И когда я получу этот заказ с табличками, я обязательно вам расскажу подробнее, что это за магазин для себя нашла. И вот к этому заказу, единственное, что без табличек, а по сути, мне его можно было бы доделать, мне не хватало ткани для внутренних кармашков. Там будет по-другому оформление. Внутри будут и кармашки другие. Вот. И сходила в магазин местный. Мне вот этот более-менее подобрали, чтобы внутри в кармашках будет так вот серенькое. Хотя снаружи будет больше вот такой вот цвет. Точнее, форзовцы. Вот. Ну, у меня форзовцы будут вот такого цвета из замши. Но замши для кармашков я не стала делать, потому что они будут добавлять дополнительную толщину, а кармашков там будет, наверное, 4 или 5 и будет очень толстенько. Я этого не хочу. Вот. И что ещё хотела вам рассказать? Такая история. У меня вчера было такое очень неудачное утро. Вот бывает такое, что прям всё начинает валиться из рук и прям сильно расстраиваюсь. Мало того, что я не выспалась, потому что меня кто-то будил. Это я прям старшего сына. Он под ночами бывает просыпается, плачет и не может уснуть. Вот. Проснулась невыспавшаяся. Все планы поменялись на день. Я очень не люблю, когда у меня меняются мои запланированные планы. Вот. И потом я что начинала делать, я обязательно что-то портила. Я могу сломать кружку. Я могу вот, начала, например, делать хлястик, закосячить его. Я могу идти и стукнуться где-нибудь. Вот так всё и накапливается. Такие всякие, как будто кричат все о событиях, что у тебя очень неудачный день. И мне надо было отправить посылку. Посылку в Краснодар. Это совершенно другой у меня конец России. И всё бы ничего. И я решила её отправить за свой счёт. То, что у меня там буква В я вам показывала. У нас в свадебном альбоме она немного кривенькая получилась. И чтобы не переделывать как-то и чтобы сгладить впечатление, вот, я решила сделать доставку за свой счёт. Какой доставка будет в подарок. И я как-то привыкла, что у меня дороже 450 рублей. Доставки, по-моему, не было. Но вот сейчас я так на скидку, если я не вспомню дороже. Вот, значит, мне взвешу. Там был планер и фотоальбом. Вес посылки был 1800 грамм. И, значит, мне всё оформили. И говорят, как оплатить 900 рублей. Вот, 889 получается вместе с пакетом. Я понять не могу, почему так дорого. Потому что даже я отправляла тоже тяжёлые посылки, но никогда такой не было. Потом посмотрела уже дома, что здесь мне сделали систему ускоренной почты. Хотя я просила обычной посылкой. То есть, вот, не знаю, может быть, у операторов на почте есть какой-то пунктик, чтобы в месяц было определённое количество отправлений пилоровым классам, ускоренные посылки, ускоренные отправления. В общем, я очень сильно расстроилась, потому что, ну, не ожидала я таких затрат. Тем более, что цены у меня и так недорогие. И как-то я работаю, наверное, в минус. И вот прям с осени буду поднимать стоимость из деревьев. И уж лучше у меня будет там 2-3 заказа в месяц, да, но они будут подороже стоить. Вот. Ну, мне главное порадовать покупательницу, да. То есть, мы с ней очень хорошо общаемся. И я просто не ожидала такого. Тем более, день у меня был такой, скажем, не очень удачный. Вот. Ну, ладно. Что сделано, то сделано. Я к чему сегодня, не поленилась, зашла на сайт почты России, ввела все те же самые данные, то есть город отправления, город получателя, вес указала в точности. И там, действительно, обычная посылка стоила бы 525 рублей. А именно ускоренная почта 805 рублей. И остальное у меня стоил пакет, который коробочки, куда я упаковывала. Вот. Так что, девочки, будьте внимательны. Смотрите, что вам указывают, да. Вы уточняете, обычно это посылка, либо первым классом. Здесь, по-моему, даже и первый класс. Плюс мне... Да, посылка первого класса обыкновенная. Способ пересылки системы ускоренной почты. То есть, то, что я не просила делать, они мне это все сделали. И собрались мне побольше денег. Вот. И лучше всего, и даже я себе хочу это завести в привычку, оформлять все-таки посылки дома. Главное, конечно, чтобы были электронные весы, чтобы взвесить все, что у нас отправляется. Я даже купила коробочку почтовую. Мне будет еще... В Краснодар буду отправлять два планера. И у меня обычные коробки там, допустим, под один планер. Но никак, чтобы два сверху положить. Тут взяла побольше как раз коробочку. Я дома все упакую, взвешу на кухонных весах. У меня есть кухонные весы электронные. И все это оформлю дома, чтобы была дешевле отправка. Потому что, ну, согласитесь, да. Представляете, если бы у меня была, например, почта по чеку. Я бы сказала, вот у вас еще 805 рублей, да. Или вместе с пакетом 890 рублей. Ну, например, мне было бы, если бы я была покупателем, мне было бы это очень неприятно. Я не люблю платить за почту. Даже 400 рублей материала покупаю платить. У меня жаба душит. А тут прям такая стоимость. Легче в своем городе заказать. Это подороже, но будет не такая сумма. Вот, девочки. Поэтому я надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Что вы не наступите на мои же грабли. И на этом я закончу свое видео. В следующем видео я покажу вам готовые вот эти обложечки. И начнем с вами делать фотоальбом. Наконец-то начнем, потому что мне уже нужно его делать. Давно обещала. И он не такой был несрочный, но уже надо себя поторапливать. Иначе все затягивается. Заказов очень много. Вот, что хотела сказать. Хорошего вам всем настроения. Всем до скорой встречи. Пока-пока.